здравствуйте мои хорошие канала и вторая надежда и видео которое я уже пожалуй давно не делала это перспективы будущего на ближайшее время мы берем до конца лета по двум сферам деньги там посмотрим коротко работу финансы и отношения позиции сегодня будет две потому что как я уже говорил да что на моем канале будет преимущественно одна позиция но те видео которые бессмысленно смотреть на одну позицию я буду делать на 2 к троечкам мы вернемся немного позже но вернемся поэтому те кто обижаются на меня по поводу того что я не делаю три позиции не обижайтесь пожалуйста не злитесь так надо в одном из недавних видео я объясняла почему-то и так две позиции будем смотреть оракул полной луны это сигнификация 2 древний свиток это будем смотреть все что касается финансовой сферы и таро золото на черном будем смотреть любовную сферу и так я сейчас колоды которые будут работать попозже уберу и ваши две позиции позиция номер один позиция номер два выбирайте свою привычную один или два либо если вы троечки смотрите внимательно сигнификацию и я начинаю кто вы или какая вы на данный момент вы какая ситуация сейчас вокруг вас луна и солнце здесь хочется сказать здесь из крайности в крайности если вы о настроении настроение то плохое то хорошее также здесь вы можете обратить не обратить заметить такую ситуацию что на вас действительно влияют фазы луны всякие коридоры затмения новолуние полнолуние безлуния это все без не остается ну вами не замечено бывает подъемы настроения вдруг неожиданные раз на календарь либо где-то смотрите лунный календарь видите что допустим полнолуние ни с того ни сего вдруг какая-то апатия депрессия опять же какой-нибудь лунный цикл еще что-то и вы понимаете что вы опять же перепады настроения чувствуете в связи с фазами луны также здесь мне показано люди уметь его зависимые те которые пасмурно чувствуют себя не очень хорошо либо наоборот когда яркое солнце там тепло жарко соответственно самочувствие более-менее либо не очень и сказать что человек находится в ровном состоянии настроения ровном состоянии вот самочувствие в плане здоровья этого я не вижу да здесь то хорошо то плохо то давление кстати здесь может скакать хоть я и не доктор не врач темы здоровья не смотрю но по таким сочетаниям луна и солнце это тоже некие скачки приливы до приливы давления отеки могут быть не значит меня понесло в тему здоровья но что из потока идет то идет и такое состояние вы испытываете сейчас довольно долго знаете как здесь может быть затяжная депрессия перемежается с каким-то кратковременным что вас отпускает каким-то кратковременным улучшение самочувствия а потом снова накрывает так что нужно с этим делать я хочу сразу посмотреть но здесь девочки смотрите здесь порой вы через чур сама себя излишне нагнетаете либо нагружаете ту ситуацию которая казалось бы может решиться без вашего участия но вы считаете что вы должны помочь это ваши допустим близкие люди и за них начинаете либо какую-то работу делать либо вместе переживать обсуждать хотя казалось бы вас это не касается да но вы в этой ситуации взялись помочь и вот эти вот сопереживания вот эти моменты которые не ваши да но вы берете на себя поэтому здесь хочется сказать те ситуации которые лично ваши в них вы можете участвовать здесь чтобы решить вопрос и сильных перепадов да и настроения и самочувствия не свое здесь хочется сказать не берите может быть это даже и в прям и в таком найти вот в переносном смысле не моё но допустим но эта тема уже больше такая вот любовная да когда говорят что там чужой муж да и другие женщины не имеют права может быть здесь даже и в этом контексте потому что здесь карта справедливости вы можете проходить какой-то кармический урок и он в любом вас в любом случае вас выведет на какое-то свое понимание на правильный уровень те ситуации которые вам даны она они даны не просто так что вы случайно шли подобрали да люди нам встречаются абсолютно не зря абсолютно не случайно и понятие по судьбе хоть я не люблю такое выражение да по судьбе ли мне человек но любой человек который нам встречается он навсегда по судьбе в очереди на пять секунд мы должны были постоять с этим человеком может быть что-то услышали или это человек нам дан на год там на 10 или до конца наших дней а есть такие люди которые точнее все люди которые рядом с нами приходят нашу жизнь они приходят неспроста но здесь ситуация что да вы дойдете до завершения какой-то сложной ситуации но хоть сказать чтобы вам было легче отпустите то что не ваше подумайте я думаю вы хорошо зная свою ситуацию хорошо знаю с чем порой связаны ваше плохое настроение ваше переживание там дурное самочувствие подумаете за что не свое вы беретесь чита проблемы ли вы решаете пытаетесь кого-то развеселить когда казалось бы человек этот должен сам делать ли вот какие-то кармические руки в особенности с человеком который вам не принадлежит я имею ввиду не принадлежит с точки зрения буквы закона да это не ваш муж а это чужой муж а вы как-то пытаетесь его научить уму-разум так здесь карты показывают морали никому читать не собираюсь и никогда не читаю так что еще здесь в вашей ситуации ну видите здесь упадок сил здесь состояние когда вы смотрите на свою жизнь как будто бы кто-то живет ярко хорошо весело активно а вашей жизни какое-то какое-то опустошение что ли как будто бы жизнь идет мимо вас а вы в ней никак не участвуете бывают я говорю какие-то кратковременные моменты которые вас радуют где у вас все хорошо но они действительно перемежаются с моментами где хочется знаете вот заснуть и попросить чтобы разбудили когда все будет хорошо что еще здесь в вашем состоянии вот видите да у вас такие карты такие до дуальные очень прыгать о том что нету такой ровной какой-то полосы хотя бы серый кстати видите не зря здесь выпала ситуация триуна и воровство опять же не свое на что-то вы здесь взяли не свое не свои проблемы или здесь может кстати быть речь о подкладах всяких до которые вы случайно не знаю подняли с земли что-то такое что вам понравилось кольцо золотое на там серьгу золотую а она была с таким нехорошим подарком вот это тоже имеет здесь место быть треугольники любовные я уже сказала проблемы которые вы решаете не свои за других людей и таким образом берете их карму и на своем канале я тоже и и даже не на своем канале личных консультациях в том числе говорю что я никогда никому не даю конкретных советов жить с человеком не жить разводиться не разводиться бросать не бросать потому что каждый хозяин своей собственной жизни и каждой своей проблемы должен решать самостоятельно если вам кто-то берется помогать это во-первых наказуемо а во-вторых берясь вот за такую задачу когда ты решаешь чьи-то проблемы которые человек должен сам решить и отчасти берешь карму этого человека ну зачем да он спрашивается зачем поэтому понаблюдайте за тем что было с вами в последнее время да вот опять же здесь вот идет воровство или вот чужое что-то не свое с чем вы с таким здесь столкнулись свое время отсюда здесь и идет да вот такая вот нестабильность когда человек живет своей собственной жизнью когда человек живет вот действительно своими задачами целями проблемами ток у человека в принципе довольно ровная линия я не говорю о том чтобы у человека не бывает у такого проблем или не бывает каких-то переживаний там страданий все бывает но не в такой дуальной позиции как у вас да то хорошо то плохо то хорошо то плохо качает качели колесо фортуны здесь да вот четко здесь не рисуется колесо фортуна вот постоянно в какой-то в зацикленной ситуации то туда-то обратно туда-то обратно что что с этим делать посмотрите здесь отказаться от того что не ваше здесь хотя бы временно для того чтобы наладить либо не нейтрализовать вот это вот влияние луны которая на вас велико опять же луна мы знаем да что это некая магическая луна не небесная светила да она на растущую луну делается одни дела на убывающую луну другие дела то есть это тоже имеет место быть возможно тоже да и на вас оказывалось какое-то влияние и делалось это через лунные фазы бывает на делают на воду там и далее так далее так далее но есть сугубо какие-то ритуалы которые только привязываются к луне да и они тоже имеют место быть так что панели по проанализируйте свою жизнь и можете мне в комментариях написать да что вот но это для тех кто знает а что в жизни ваши сейчас не ваша то а вы с этим разгребаетесь здесь на это карта четко указываю что есть что такое что чужеродные а вы в этом барахтаетесь ну и давайте теперь смотреть что вас ждет до конца лета в работе финансах сроки здесь у нас получается сколько полтора месяца примерно немножечко больше и так что он ждет в работе и финансах ну смотрите здесь для тех кто ищет работу здесь пока бег по кругу новые работы здесь я не вижу но здесь карта говорит вы можете вернуться в какое-то прошлое место например предыдущие место работы правда со временем и здесь те кто работают те кто работают здесь даже какие-то перспективы хорошие новые предложения и даже повышение зарплаты но это будет обусловлено тем что работать придется больше либо задерживаться до вот звезды вот допоздна такое здесь может быть найдут ли те кто ищет новую работу концу лета да вы найдете вот концу лета если мы говорим что поиски сейчас уже актуальны то хочу вам сказать что все получится но это действительно будет это к началу осени также здесь и если же возвращаться на прошлое место это случится чуть быстрее чем вы найдете новую работу но опять же здесь не сразу те кто работает и те кто ждет какого-то бонуса или какого-то поощрение либо какой-то я не знаю вот благодарственной записи вы все это получите но если мы говорим о какой-то денежной добавки то здесь будет будешь получать больше но и работать будешь больше такая здесь показана ситуация а в целом что здесь по деньгам для всех кто здесь у меня смотрит вообще девочки вы смотрите то что мне здесь показать карты то в принципе в принципе вы можете здесь вполне свою жизнь или свою рабочую сферу обнулить до такой стадии что заняться вообще чем-то новым тем с чем вы никогда не связывались сказать что вы занимаетесь сейчас той работой которая ваша да можно так сказать но вы вне достигли определенного потолка и поэтому если в этой работе который вы занимаетесь либо в этой сфере продолжать и с целью больше зарабатывать придется больше работать но большие заработки либо большие перспективы здесь карта показывает вас ждут совсем другой сфере но чтобы на это решится здесь действительно нужна решимость да и здесь это будет такая какая-то кармическая задача кармическая проработка как мы всегда говорим на моем канале что когда мы решаем какую-то сложную ситуацию когда мы проходим кармический урок мы получаем потом бонусы смена работы смена сферы деятельности это точно так же некто некая кармическая проработка это работа над самим собой когда я понимаю все риски когда я уже вроде бы корнями врослась в ту сферу в которую я вложила до время годы опыт но я решаюсь на что-то новое вырвать себя из зоны комфорта я по себе знаю да это такое себе очень сложное и напряженное мероприятие много сил и много смелости надо но тем не менее если вы на это решаетесь вы получаете справедливую награду так что те кто подумывают о том что надо в этой жизни что-то менять как говорят что если вам кажется что что-то не так значит это действительно так и двери вам в новое абсолютно открыты а это что-то будет такое что я бы даже сказала поменяет вашу жизнь и и причем вы это можете опять же совершить до конца лета сфера отношений сферы любви кстати буду позже делать видео на нового мужчину те кто просил да я его сделаю я знаю что вы пишите ваши комментарии всегда читаю и вижу что эта тема чаще 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 запрашивается значит уже назрела актуальность поэтому сделаю в ближайшее время сделаем это отношения так давайте так для тех кто в отношениях сначала до конца летом оборона и каждый тянет одеяло на себя каждый из вас дайте мы девочки которые в отношениях здесь каждый из вас что вы что партнер хотите внимание для себя мужчина хочет чтобы вы например больше писали ему как вы его любите больше писали как вы скучаете либо если вы молчите мужчина ждет что вы ему напишите первое потому что вы его любите точно так же с вашей стороны да в какой бы ситуации сейчас не находились в отношениях сложных либо в отношениях который развивается по вполне себе спокойному сценарию здесь что вы ждете партнера но здесь действительно можно договориться кто сколько кому выделяет какое количество времени либо какое количество внимания какое количество заботы так для тех кто ждет чтобы мужчина и как-то будет больше проявлять внимание здесь я не вижу опять же здесь мужчина хочет вот своим даже знаете я не буду ей писать потому что я хочу посмотреть а будет ли она мне писать да а вот а дорог ли я знаете вот каким-то обманом какими-то интрижками какими-то не знаю вот не совсем правильными как может показаться маневрами здесь мужчина будет стараться привлечь ваше внимание к себе по большей части здесь такая ситуация что мужчина своим отсутствием будет провоцировать вас на какие-то шаги поэтому если вы будете видеть что ваш мужчина как-то от вас отдаляется что ваш мужчина меньше вам пишет меньше не знаю вам звонит вы должны понимать что мужчина хочет проверить вас на то состояние что насколько он вам дорог поэтому не пугайтесь вот до конца лета здесь такие на этим борьба я не могу сказать что это конфликты что это здесь какие-то вот споры серьезные на ситуация когда каждый из партнеров будет хотеть видеть друг для друга знаков внимания для тех кто сейчас находится в паузе в конфликте здесь конфликт не разрешится так вот чтобы ваше отношение выровнялись и были все хорошо но хочу сказать что здесь мужчинам вот своим поведением демонстрирует вам что ну докажи мне да вот докажи что я для тебя важен а для тех кто без отношений а здесь какое-то смотрите новое приятное знакомство в человеке вам еще придется разобраться потому что человек не совсем такой какой он вам представится но например его зовут ваня а он скажет что что меня зовут иммануил или человеку там 60 лет а он скажет что мне 45 вот какую-то информацию здесь нужно будет проверить но это какие-то новые впечатления это новое знакомство здесь может конечно эмоциональная сфера задействована то есть какие-то романтичные знакомства которые повлекут за собой до какую-то любовную историю а возможно за человек с которым вы познакомитесь здесь просто будет такая хорошая дружба либо хорошее общение которое вас будет развлекать сказать вот в те моменты когда вот на вас нападает луна нападает что еще для тех кто без отношений любовь и внимание к себе здесь придется ну кому-то выпрашивать либо первой писать ну выпрашивать не в том смысле что ну пожалуйста пожалуйста скажи что ты меня любишь нет для того чтобы почувствовать что с вами кому-то интересно общаться здесь придется делать первый шаг и не бойтесь делать этот первый шаг потому что вы действительно поймете люди же тоже разные да и есть такие люди которые считают ну почему я буду напрашиваться да если я сейчас буду писать будут расценивать так что я напрашиваюсь а вдруг человек занят вдруг я его отвлекаю здесь хочется сказать не будете сделать первые шаги но не доверяйте первому встречному в особенность той информации которую человек прям выпячивает на передний план то есть для себя понимать что пытается замылить ваш взгляд какой-то информации которую вы должны усвоить а на деле там будет что-то другое давайте не было заявлено такая позиция но я ее все таки построю совет вам до конца лета те кто ищет работу ищите не теряйте надежды вы ее найдете те кто хочет с кем-то познакомиться даже ради ваших корыстных целей чтобы кто-то меня развлекал чтобы с кем-то мне было возможность пообщаться не стесняйтесь здесь вот действительно силы пространство все во что уверите она действительно на вашей стороне здесь сейчас ваша задача не бояться делать первые шаги и вы получите действительно тот результат о котором вы может быть даже и не мечтали если мы рассматриваем туза как новое начинание то действительно да вот как мы смотрели что вы можете хорошо поменять свою жизнь и вы это действительно можете сделать очень хорошо правильно качественно если возьмете за что-то новое здесь вас ждет подарок небес так карты это и называется подарок небес или дар небес когда вам предлагается шанс которым вы можете воспользоваться по любой сфере но в особенности есть материальное что-то новое где я могу заработать подзаработать что-то новое где я могу например на каких-то добровольных началах проявить себя в дальнейшем меня возьмут допустим в базу данных как человека специалиста с которым можем потом в дальнейшем сотрудничать не упускайте малейшие шансы крючочки гикаречки за которые вы можете зацепиться ведь этот период сейчас до конца лета когда вы можете поработать для хорошей своей собственной перспективы для своей собственной мечты для своей собственной цели здесь конец лето для вас но вот опять же особенно в работе вот поэтому здесь смотрите здесь точно те кто ищет работу да и в особенности новую работу вы ее найдете вот только дайте срок да я естественно здесь поиски они должны бы здесь нужно брать и не знаю объявление предложение общаться с людьми возможно здесь какое-то косвенное будет предложение вы услышите что где-то кому-то нужно кого-то да и не побоясь предложите свою кандидатуру я не вижу здесь любовных отношений но я вижу здесь если мы говорим о новых знакомствах то я вижу здесь шансы на то чтобы вы нашли в свою жизнь человека с которым можно просто даже душевно пообщаться на философские темы на темы быта на темы данным на любые темы до хорошего хорошего друга но фильтруйте да вот фильтруйте ваше окружение фильтруйтесь фильтруйте новых людей не доверяйте не пускайте в душу их буквально с первого стука все мои хорошие первую позицию мы посмотрели я надеюсь этот расклад для вас был актуален что он вовремя удивилась что расклад на да и нет если не смотрели то посмотрите для некоторых людей действительно был актуален да что крутились в голове вопросы этот раз видео и люди смогли найти на них ответы это здорово это самое лучшее благодарны самые лучшие награды для меня все первую позицию мы закончили спасибо кто смотрит всего вам самого наилучшего всех благ пусть все что вы себе загадываете все сбывается ставьте цели и не бойтесь к ним идти несмотря на всякие луны но по поводу луны я вам говорила что там что там за загвоздка такая позиция номер два кто загадал вторую позицию и так вы или ваше состояние сейчас самочувствие ситуация все что связано с вами чтобы вы могли себя узнать борьба за свое девочки здесь постоянная какая-то борьба кто-то борется за то чтобы не потерять свою работу кто-то здесь борется не знаю за наследство которое вам действительно принадлежит но есть здесь люди которые тоже считают своим долгом или считают своей собственностью то за что вы боретесь есть может быть ситуация что постоянно вроде бы деньги есть вы их зарабатываете но они постоянно утекают как через песок сколько бы не зарабатывала в итоге вот какого-то результата конкретного я не вижу эта ситуация длится постоянно то есть нам возвращать вроде бы вы ее закончили вроде бы вы ее завершили противом можно было вздохнуть хорошо хоп снова здорова если мы говорим что здесь допустим разводы и раздел имущества то здесь еще придется побороться потому что бог бумеранг мы сами знаем да это такое изобретение человечество которое как далеко не запускает в какую сторону не запускает он все равно возвращается так что еще в какой ситуации ну да здесь вот больше все заботы имущество деньги наследство и конкурентная борьба кто-то пашет день и ночь а особой прибыли не видит кто-то с родственниками здесь пытается отвоевать свое кто-то здесь крутится как белка в колесе и постоянно на в таком тяжелом упорном труде опять же бонусов здесь остается ждать вот здесь вот показаны мне девочки и мальчики если смотрят такие работяжки которые хотели бы в своей жизни что-то уже кардинально поменять но прорыва не получается а давайте посмотрим что можно сделать для того чтобы вы наконец-то прорвали эту ситуацию получится ли и прорвать быстро не получится видите время гора что здесь препятствия которые стоят сейчас на вашем пути они еще постоят и не зря здесь бумеранг поэтому я и говорила да что эта ситуация она еще будет возвращаться не до конца она даришь на либо не все моменты которые позволили бы вам ее разрулить вы еще знаете для каких-то ситуации вот пазл да мы все знаем что такое пазл мы не сможем увидеть цельные картины пока каждый элемент не не будет стоять на своем собственном месте вот так у вас вы не будете видеть целиком картину пока вы здесь не дождетесь того что все сложится так как должно сложиться нету целой нету ясной картины но вообще вы разберетесь с этой ситуации хорошо ведь хоть сказать вы слишком честный человек и поэтому теми методами которыми вы решаете ситуацию вы ее вряд ли решите жалость конечно хорошо но в вашей ситуации жалость к другим людям да или каким-то ситуациям это только вам вредит поэтому свою ситуацию вы можете решить если наденете маску без различия маску жестокости маску пофигизма что а мне все равно там что допустим будет с вами и это и рабочая ситуация допустим а мне будет все равно что там у тебя мариванна там десять детей кормить их нечем я тоже хочу жить нормально поэтому будь добра да ты уже на пенсии и ты пенсию получаешь то ты еще и работаешь занимаешь должность а я из-за тебя на из-за того что сидишь на своем месте вынуждена вот драться вот с той действительностью с которой дерусь это такой частный пример но я думаю что вы понимали да вот какой злости или какой такой вот жесткости и жестокости я здесь говорю также и с родными близкими да что все хорошо я вас люблю но извините меня да либо мы делаем честно либо мы делаем просто жестко никого жалеть я больше не собираюсь вот здесь жалость ваша шалость которая вам мешает сейчас посмотрю что если вы в такой жестокости да вот или в какой-то вот злости уже в такую-то это здоровая злость должна быть конечно же сможете быстрее разрешить вашу ситуацию не так быстро как хотелось бы но гораздо быстрее чем если вы ее будете решать так как вы решаете да для кого-то вы будете плохой кто-то вас будет считать монстром кто-то будет говорить вам а я думала или думал что ты другая а ты вон какая на но здесь каждый за свое здесь вы должны понимать что здесь либо вы либо вас это закон природы есть хищники и есть добыча если добыча она сама себя не сбережет не научиться быстро бегать там или высоко летать то извините так и здесь такая ситуация что еще у вас здесь но здесь больше о вас видите что вы дружелюбный человек что человек хлебосольный человек которому можно постучаться в дверь и и вы ее откроете откроете выслушаете пожалеете не знаю обогреете накормите дадите совет но опять же этим пользуются да как говорят нельзя быть белой и пушистой на воротнике растащат вот вы находитесь такой ситуации когда вы благодаря тому что вы добрая ко всем хорошее ко всем хотите относиться с теплотой души не имеете того что вы могли бы иметь и будь вас хоть будь ваш характер более жесткий более твердый даже не более твердый более жесткий более злой здесь да вот такая должна быть здоровая злость по отношению к себе но кто если не я такой вопрос вы должны задать кто для меня сделает хорошо если не я кто за меня поборется если не я сама всегда помните что вы для себя часто я об этом говорю самый лучший друг и самый страшный враг в данный момент я не вижу что вы сама с собой дружили вы хотите быть хорошей для всех да вам жалко кого-то обидеть вы не можете кому-то сказать же четкое нет потому что мало ли человек расстроиться обидится и это вам вредит вы много своего теряете благодаря тому что это вот положили на золотое блюдо людям другим игрите берите мое вот оно мое я вам даю хотя могли бы иметь гораздо больше чем имеете сейчас обладать кстати каким-то тайными знаниями и для вас не секрет что есть магия и вы в это верите и для себя даже как-то используете даже если это не напрямую до какие-то ритуалы там или еще что то вы можете что-то так в эмоциях на злости что-то кому-то пожелать а потом вы видите что это с человеком сбывается контролируйте свои эмоции вывести вас наверное сложно в силу от вашей такой вот какой-то толерантности но если вас вывести да то можно сказать что заходи не бойся выходи не плачь вот это вашей ситуации что если вас довести конечно потом кому-то может быть плохо кому-то может быть больно но с другой стороны не доводите да не пользуйтесь мной нас только насколько вы привыкли видите если вы сейчас не возьмете свое я не знаю о чем речь здесь работа опять же наследство еще что то то это возьмут возьмет кто-то другой и здесь уже за вашей спиной есть некий такой союз людей скажем так недоброжелателей если уже так вот прямо говорить которые знают как воспользоваться вашими знаниями там вашим умом там или вашей добротой в своих собственных целях вот это имейте ввиду если вы себя узнали свою ситуацию узнали то смотрим дальше и так что вас ждет до конца лета в работе финансы давайте посмотрим для тех сразу буду смотреть потому что первые позиции я этого не учла и потом уже по ходу до поняла что лучше делать так работа финансы работа для тех кто в поиске работы что вас ждет новое предложение вас ждет новая работа вас ждет и вообще действительно новая работа максимальный срок до который как-то вы перевернете свою профессиональную деятельность или рабочую сферу вот с конца лета до нового года вы то чем вы занимались либо какие результаты вы получали вы себя не узнаете здесь очень хороший прогноз да карта мага и самореализация ведь и бойка пентакли все здесь все хорошо те кто ищут работы до конца лета вы ее найдете и до конца этого года даже ведь прогноз шире получился вы преобразитесь как специалист или как человек который зарабатывает деньги просто очень очень колоссально здесь все хорошо для тех кто работает здесь и для тех кто работает здесь хорошие перспективы перспективы занять какое-то более высокое положение которого вы заслужили как минимум здесь получить какой-то бонус который вам положено увеличение зарплаты либо премия либо дополнительные дни к отпуску у кого что я не знаю кто чем занимается и так как расклад общий посмотрит я его большое количество людей четко сказать здесь кто и что каждый из вас получит я не могу но то что будут какие-то такие быстрые изменения которые вы уже увидите до конца лета они вами заслужены да это не то что вам счастье свалилось подарок свалился на голову и все и что с этим делать нет это действительно заслуженно к тому же у вас и здесь есть союзник либо доброжелатель помощью которого вы можете так негласно воспользоваться намекнуть и и если понимаете что он уже начальник наверное обо мне забыл намекните здесь лояльный человек расположен к вам с помощью кого-то в особенности здесь получится быстрее но но здесь король посха да это какой-то статус это уже какая-то цель такая уже . такая серьезная вашей творческой либо профессиональной биографии здесь она стоит и вы и и вы до ней дай до нее господи от того что хорошо ведь его наши стала на радостях сбиваться не девочки здесь действительно все хорошо и поэтому я вас поздравляю стремитесь к тому что вы хотите ставьте для себя цели и все получится что в первом варианте здесь кто без работы сейчас поиски для тех кто работаю здесь супер сюрреализуемо хорошо а для нет все мы посмотрели доктор вот так то я воду в целом по финансам когда до конца летом что вас ждет король кубков и здесь ухожу то все даже не буду больше вот тут вот даже не буду здесь больше добивать какими-то картами данный расклад я его перебивать как я уже в одном раскладе дело да там получилось такой сюрприз даже автор карт 2 когда расклад получился прям супер и не стала его перебивать девочки ждите здесь каких-то денежек возврат ли долго это будет или это будет повышение в зарплате или какая-то случайно такая подработка которая будет даже приятная или новые обязанности которые будут сопровождены тем что еще дополнительная денежка или предложение какое-то новое нет здесь хорошо радость от того чтобы что-то получено так вот короля кубков с тузом пентакли можно трактовать к тому же если мы будем эмоции король кубков да это такое на такое у нас прям супер аркан который говорит да все хорошо и почему такие мужчины как правило но не совсем скажем так честные да не совсем верные не совсем ответственные не совсем берущие на себя какую-то ответственность потому что все у них хорошо они из этой жизни выжимают максимум что если они гуляют то гуляют от души что если развлекается то от души что если он человек настроение то он будет везде вот всем улыбаться всем хорош а такие люди которые такие добродушные улыбаются и всем комплименты конечно не притягивают к себе противоположный пол ого-го как вот это вот королей кубков как бы негласно не особо то все любят но если мы говорим о изменениях его перспективах вот в таком сочетании даже более чем хорошая сочетание карт хорошо давайте смотреть тогда что вас ждет в отношениях до конца лета и так для тех кто в отношениях сначала смотрю будьте внимательны это для тех кто в отношениях девочки какие-то смутные времена ревна здесь будет подключаться либо вы здесь будете подозревать что человек не совсем честно не совсем верный для тех кто находится уже в состоянии любовного треугольника этот любовный треугольник не рассосется у никуда не денется он как был так и будет какого-то решения со стороны вас либо со стороны вашего партнера я не вижу но если вы еще можете здесь как-то повлиять на ситуацию потому что вы смотрите да и это ваша жизнь вы понимаете решение вы еще может быть отчасти как ты можете ее поменять выйти например на из этой ситуации то если говорить о партнере то его в принципе все устраивает и его выхода здесь из этой треугольной фигуры я не вижу то еще вас ждет до конца лета в отношения на ведь и вот я говорю что если вы можете как-то со своей стороны мысли о том что я уйду но здесь больше знаете как шуточное такое я сделаю так чтобы он поверил что я его бросаю может быть это манипуляция для того чтобы простимулировать человека на какие-то действия на что все дорогой либо я либо она да все а пока думаешь вот я ушла может быть такая ситуация может быть действительно знаете чтобы отдохнуть вот просто исчезнуть в никуда и не отвечает не писать никак не реагировать какие-то здесь такие шаги что еще вас здесь ждет ну пауза какая-то здесь ждет но пауза здесь инициирована вашей стороной вы что-то можете высказать недоброжелательные человек обиделся замолчал или вам человек что-то сказал но здесь инициатор вы да вам сказал вы сказать так все хватит да мне так не нравится и поэтому все я с тобой не общаюсь я с тобой не разговариваю муж мне дальше не писать хорошо смотрим тогда для тех кто без отношений что будет в этой сфере у вас до конца лет новых отношений я здесь не вижу да здесь женщина пока одна на здесь женщина которая уже думает о том что да мне и одно это в принципе неплохо да хотелось бы из этой ситуации выбраться хотелось бы чтобы эта ситуация как-то закончилась но знаете вот первые росточки того что получаете кайф даже от того что вы без партнера что вам никто не выносит мозг что не с кем вы не ссоритесь не ругаетесь вот здесь есть вот такие первые росточки что еще у вас а ваше одиночество она недолго ведь здесь в целом карты показывают что все ваши перспективы они в будущем я уже говорила в первой позиции что я буду делать расклад на нового мужчину потому что его просят и чаще чаще я понимаю что все на ситуация набрала вес расклад стал очень даже актуальны в ближайшее время сделал поэтому вторая позиция здесь хочу сказать заранее да вот те кто одинок это ненадолго тому же восьмерка жазлов карты довольно таки быстро ну для кого-то быстро это неделя для кого-то быстро это и в течение года в любом случае для всех по-разному отыграется но то что видите здесь перспективы императрицы это любимая женщина эта женщина хозяйка эта женщина которая при мужчине при муже так что здесь все хорошо ну и давайте совет в первой позиции я смотрела совет вам до конца лета и 2 позицию тоже обидеть не могу совет вам до конца лета не боретесь с ветряными мельницами видите все это пустое девочки все что нужно все случится и все случится в положенный срок замедлить либо наоборот сфорсировать ситуацию вы не сможете здесь смотрите ваша удача ваш успех то как говорят и на вашей улице праздник все это будет и это не за горами поэтому не притягивайте ситуацию до своего сознания так что мы все капец да ничего не получается или ну почему столько проблем но почему да вот много-много почему это все закончится туз мечей знаете такой период будет до и после когда вы посмотрите искать эти улачу я раньше так переживала здесь совет перестать грызть себя его перестать бороться с человеком потому что настанет тот период когда вы будете на коне и когда вы уже будет либо ситуацию видеть и решать ею так как вам нужно либо человек откроется настолько насколько нужно на чтобы вы уже понимали что делать либо это прояснение что если главный вопрос это карьера бизнес и так далее здесь все будет хорошо солнце это одна из теплых летних карт который указывает на летний период поэтому лето у нас еще не закончилось и этим летом вы еще захватите свой кусочек успеха и кусочек радости поэтому я желаю вам всего самого наилучшего пусть все у вас будет хорошо здоровья конечно же и до встречи новых видео пока пока